Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих. Платон. Слово «политика» происходит от греческого «polis» — «город». Термин ввел в обиход античный философ Аристотель, обозначив таким образом общность людей, решающих проблемы полиса — «города». Как видите, понятие появилось давно, но за тысячелетия смысл не изменился. Сейчас мы называем политикой вопросы и события, связанные с работой государства, с властью, госуправлением, международными отношениями. Но если брать шире, политика — это все, что происходит в общественной жизни вокруг нас. Многие все еще считают, что политика никак не влияет на их жизнь, и что там делают депутаты, министры и президент, нас, простых людей, не касается. Однако политика — это не только элиты, правительство и президент, но и каждый гражданин страны. В первую очередь, политика — это наука об оптимальном распределении ресурсов. И с точки зрения этой науки, человеческие жизни — такой же ресурс, как нефть, земля или деньги. Качество воздуха, образование, медицины, машины и общественный транспорт, зарплаты и пенсии, полиция, взятки, домашнее или детское насилие, информационный контент, качество потребляемых товаров, требование отремонтировать дорогу на ваши улицы, игровую площадку во дворе и так далее и тому подобное — это все политика, которая окружает нас повсюду. Хотим мы этого или нет, и убрать ее полностью из нашей жизни не выйдет. А значит, политическая осведомленность — лучший способ позаботиться о благополучии самого себя и своих близких. И чтобы политическая система функционировала нормально, во взаимоотношениях между властью и народом должна быть обратная связь. А действие механизма обратной связи в определенной степени зависит от доминирующей в обществе политической культуры. Уровень политической культуры граждан — показатель их способности или неспособности отстаивать свои права и свободы, защищать демократические принципы на всех уровнях власти. И для построения правового и развитого государства критически необходимо гражданское общество. А вот что значит гражданское общество и его роль в политике государства, мы подробнее раскроем далее в цикле публикации на тему политпросвещения. Следите за нашими постами.